Свят, 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 заспой Бог, Царь всемогущий, Рано утром песни радостно поем ему. Свят, свят, свят Господь Бог, милостивый, сильный, Бог триединный, вечная любовь. Свят, свят, свят Господь Бог, честь и поклонение воздают Ему святые славных небеса. Ангельские силы падают в смирении, сущие от века милостивый благ. Свят, свят, свят Господь Бог, тайной облеченный, грешным не увидит Божьей славы неземной. Только Он от всеми Бог превознесенный, дивный и крепкий, чистый и святой. Свят, свят, свят Господь Бог, царь всемогущий, славят Божье имя неба, море и земля. Свят, свят, свят Господь Бог, творят наши души, вечному Богу слава и хвала. Свят, 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 свят. Пой, Господу вся земля, о спасении Его говори. Его чудеса и слова возвещаются по всей земле. Господь велик, сила и могущество, ликуй, ликуй. Ибо Господь царствует, пой, Господу вся земля, о спасении Его говори. Его чудеса и слова возвещаются по всей земле. Господь велик, сила и могущество, ликуй, ликуй. Ибо Господь царствует, будем праздновать день спасения, словой песней на устах. Бог нас воскресил, Бог нас посадил, во Христе на небесах. Господь велик, сила и могущество, ликуй, ликуй. Ибо Господь царствует, пой, Господу вся земля, о спасении Его говори. Его чудеса и слова возвещаются по всей земле. Господь велик, Господь велик, сила и могущество, ликуй, ликуй. Ибо Господь царствует вовек. Господь велик, сила и могущество, ликуй, ликуй, ликуй. Времена или как тогда жили люди. Оно сможет нам чуть-чуть больше рассказать. И одна мысль такая, что Ной мог знать Фару, Авраама и даже Исаака. И они могли общаться, они могли рассказывать друг другу. И, скорее всего, они делали это. Сим же знал Евера и даже Иакова. И каким был мир тогда, нам неизвестно. Но, во всяком случае, Он не был каким-то первобытным или простым. Он был довольно-таки развитым. И другая мысль, что еще могли люди знать тогда лучше, чем друг друга или своих дальних родственников. Они могли знать Бога. Отцы передавали детям, и некоторые сохраняли это, некоторые теряли. Но почему-то мы находим в Библии других людей, которые верили в Бога. И поступали по совести. И один из таких людей — это был Валаам. Он не был из израильского народа, но мы видим, что он считается пророком Божьим. Дальше мы встречаем это тесть Моисеев и Афор. Скорее всего, он тоже не был каким-то языческим священником. А, скорее всего, он был тоже из тех людей, которые хранили эту истину о Боге и старались соблюдать ее, хотя они не были из израильского народа. И это только, думаю, несколько случаев. И, возможно, было много других людей, которые еще сохраняли и старались поступать. И сегодня я хотел бы поговорить об этом человеке, о пророке Валааме и его история. Его история, она очень интересная. И, думаю, мы сможем для себя найти некоторые уроки. Я буду читать, это будет книга чисел, глава 22. «И увидел Валаак, и увидел Валаак, сын Сепфора, все, что сделал Израиль Амареем». Дальше, пятый стих. «И послал послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на Яке-Ефрате в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из земли Египта, и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, прийди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благослове, и кого ты проклянешь, тот проклят». Интересные слова говорит этот царь. «И умные решения он также предлагает. Если посмотреть стратегически, то это очень даже правильно. Он посылает какому-то человеку, пророку, и он говорит, «Я знаю», а значит, и другие знают, что если ты кого-то благословляешь, то тот народ, тот человек, он благословен. «Если ты кого-то проклинаешь, то он проклят». Может ли это быть, если Господь не позволит так? Не может. Потому что Бог, если благословит кого-то, то значит, он будет благословен. Если проклянет, то будет проклят. Дальше седьмого и восьмой стих. «И пошли старейшины Моавицких, старейшины Мадиамских с подарками в руках за волхвование и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковой. И сказал он им, «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины Моавицкие у Валаама». Заметьте, какую тактику применяет царь. Он не посылает каких-то обычных людей, каких-то послов. Он посылает старейшин. И это были Маав и Мадианитяне. То есть обычно к таким людям другие люди приходят, приносят что-то, какие-то дары, чтобы получить какой-то совет, какой-то суд. Но сейчас картина совсем наоборот. Эти люди, старейшины, которые в почести, они идут к этому человеку и просят его. И с 9 по 12. «И пришел Бог к Валааму и сказал, «Какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу, «Валаак с сен Сепфором царь Моавицкий прислал их ко мне сказать, «Вот народ вышел из земли Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, проклини мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выиграть, и выгнать его». «И сказал Бог к Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Диалог происходит дальше у Валаама с Богом. И Господь говорит ему, что нет, не ходи, потому что он благословен. Я уже благословил этот народ, и я не даю тебе разрешения. И с 13 по 14-й стих ответ Валаама этим людям, которые пришли. «И встал Валаам поутру и сказал князям Валааковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволит мне идти с вами». И встали князья Моавицкие и пришли к Валааку и сказали ему, «Не согласился Валаам идти с нами». Хороший ответ даёт. То есть пророк, как и подобает пророку, то, что Господь ему сказал, «ты не пойдёшь», он не идёт. Как бы всё хорошо. Но царь, он не привык получать отказы. Он понимает, что нужно идти дальше действовать. И дальше в 15-й стих. «Валаак послал ещё князей, более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему, так говорит Валаак с Энсифором, «Не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе всё, что не пожелаешь мне. Прийди же, прокляни мне народ сей». Царь не растерялся и берёт ещё более знатных людей, уже, наверное, взял самых знатных, посылает к этому человеку, наверное, взял ещё больше золота, ещё чего, и говорит, что «Я тебе прошу, окажи мне великую милость» или «Я окажу тебе великую милость. Приди только, прокляни, я тебя прошу». То есть очень царь, и он приходит к какому-то пророку и как бы просит его. Он посылает князей, которые вряд ли когда-то ходят, просят. Обычно к ним все люди ходят просить, но они идут, оказывая тем самым какую-то большую почесть. И это интересная тактика. Можно сказать, что это было тогда, и сейчас чуть-чуть другое время, но интересный пример рассказывает Чарльз Колсон в своей книге. Он рассказывает, что президент Никсон, он любил приглашать к себе пасторов знаменитых, или не только знаменитых, и он пил с ними чай, делали фотографию. И потом эти люди, они очень сильно симпатизировали этому президенту. А в свою очередь он получал голоса. Очень похожая тактика. Если бы какой-то простой человек, то нет, но такой человек, президент, и ещё у тебя есть с ними фотография, и ты уже с ним знаком, это может склонить человека. 18 стих. «И отвечал Валам и сказал рабам Валакова, «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господа, Бога моего, и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». И на это можно было бы записать этого пророка в Героя Веры, и было бы всё хорошо, если бы не был 19 стих. «Впрочем, останьтесь здесь, и вы на ночь, и я узнаю, что ещё скажет мне Господь». Валам понимает, такой счастливый билет, он выпадает раз в жизни. Ну, вот всё, что ты хотел получить, оно может вот раз и произойти. То есть богатство, слава, почести, всё вот у тебя. Тебе вот предлагают его. Кому ещё такое предлагают? А тебе нужно просто пойти и проклясть. Наверное, он там просил Бога, «Ну, пошли меня, ну, что это такое?» Он хотел этого. 20-22 стих. «И пришёл Бог к Валаму ночью и сказал ему, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, поиди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошёл с князями моавицками. «И воспылал гнев Божий за то, что он пошёл и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его». Как бы, наверное, Валам сильно обрадовался тому, что Бог дал ему разрешение пойти с этими князьями, но он, видно, плохо понял слова, которые потом ему Господь сказал, что «делай только то, что я буду говорить тебе». И Господь, очевидно, видел сердце этого человека, и он понимал, что он может наделать дело. И Господь решил научить немного этого пророка. И дальше мы знаем историю, что он посылает ангела, она не идёт, у него меч. Потом Господь открыл и этому пророку глаза, и он увидел, что он бы умер, если бы не ослиться. И 35 стих. «И сказал ангел Господень Валаму, «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошёл Валам с князьями Валаковым. После встречи этого пророка с ангелом, он уже понял всю серьёзность ситуации, и он был полностью согласен с Богом, и он был готов говорить только то, что Господь будет говорить ему. Он был немного напуган, и он был согласен говорить то, что Бог ему скажет. Дальше 36 стих. «Валак, услышав, что идёт Валаам, вышел навстречу ему в город Моавицкий, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валак Валааму, «Не послал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не пришёл ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя?» Риторика царя. Очень приятно на слух. То есть, почему же ты не приходил? Я же хотел лучше только для тебя, я же хотел оказать тебе почесть, я же о тебе забочусь. Но, как отвечает Валаам после встречи с ангелом, он был под глубоким впечатлением, и он сказал, и сказал Валам Валаку, «Вот я пришёл к тебе, но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить тебе». Он отвечает ему прямо, он отвечает ему без всякой любезности. И почему? Потому что он встретил ангела. Хорошая история. Дальше это будет 24 глава, 9 стих. «Преклонился, лежит как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. И воспламенился гнев Валаака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валаак Валааму, «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в своё место. Я хотел почтить тебя, но Господь лишает тебя чести». История заканчивается как бы хиппи-эндом. Мы видим, что пророк делает то, что Бог ему сказал. Он благословляет народ один раз, второй раз, третий. И это уже настолько достало этого царя, что он уже был готов убить этого пророка. И он говорит ему, «Убирайся отсюда, потому что Господь лишает тебя чести». «Я хотел, но твой Бог, он лишает тебя этого». Но на этом история этого человека не заканчивается. Если мы посмотрим числа, 24 глава, а нет, числа 31 глава, то мы увидим конец этого пророка. Какой же он был? «И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских, Эвия, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сыновиорова, убили мечом». Подожди, ты благословлял этот народ, ты отказался, но что ты делал там с этими царями? Почему ты был среди убитых? Почему ты пророк Божий и находился с теми людьми? Если мы прочитаем числа 31 глава 16 стих, то мы увидим. И вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении фигуры за то, за что и поражение было в обществе Господнем. То есть, этот человек, который благословил израильский народ, но не захотел отказаться от тех почестей, которые ему предлагали эти цари, он все-таки находит лазейку и этим он послужил для преткновения израильского народа. Он нашел лазейку, чтобы получить эти почести и тем самым он научил, чтобы ввести народ израильский в грех. Он получил свои почести, но они продлились недолго. Он был среди убитых. И второе Петра нам раскрывает. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». хорошее было начало у пророка, но был плохой конец. И эта история, она наглядно нам показывает, что как Валаа мы можем возлюбить почести, мы можем возлюбить что-либо больше, чем Бога, и в итоге будет плохой конец. Можно перечитать эту всю историю, там очень много чего сказано во всех главах, и я думаю, мы сможем найти для себя много уроков из этой истории об этом пророке. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Семей забирают. И какая-то тревога. А че повернется? В одной семье батько и сын, в другой семье батько и сын. И пошли. Мир. Как нужен нам мир, брати и сестры? Мы переживаем в жизни много трудностей. И у нас часто нарушается даже мир и спокий. В часах хворих кто, или в семье какая-то трудность. И у нас нарушается часто мир. Я прочитаю слово Господне, записано в пророк Исаии, 9-й раздел. Мы знаем эти вершины, мы их слышали в эти дни все. Но я только на одно слово взвернув увагу. Младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его. Нарекут ему имя. Чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Князь мира. В английском, а принц. По-моему, так, чтобы можно высветить, то принц of peace. И там дальше написано, что умножение, владычество и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою от ныне и до века. Ревность Господа Саваофа це зробить. Это одно место из слова Господня. Князь мира. Князь мира. Другое место я себе записал великими буквами. Это Ивангелие от Иоанна, 14-й раздел, 25-й и 27-й верши. Там Ивангелие от Иоанна, вона цікава, ця глава, ей очень хорошо заповнив 14-й раздел. Но там Христос 25-м вершом, Вин говорит, Вин сказал так, Христос, находясь с ними. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец в имя Мое, научит вас всему и напомнит вам, что я говорил вам. И дальше 27-й верш. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как, там написано, не так, как мир, а я по-украински говорю, не так, как цей свит. Дае цей мир, я даю вам. Мир мой оставляю вам. Мир мой даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Когда я читаю Библию, вы знаете, я замечаю, что тема миру, спокою в сердце в Библии является, ну, я бы сказал, даже основной темой. Мир, если берете на компьютер, набираете на компьютер слово мир, когда я набираю, я дивлюсь, ну, я только нашел 332 рази, говорится слово мир. Мир, слово про мир. Это основная тема Библии. Даже когда я читаю послание в Новом заповедении, послание апостолов, вы знаете, я замечаю, что практически почти в каждом послании говорятся такие слова. Благодать вам и мир, да умножаться. Благодать и мир, да умножаться. А потом дальше у меня питание. А как мир может умножиться? А апостоли отвечают дальше. Да умножиться познание Господа Иисуса Христа. Давайте вернемся до нашего стиха. Младенець народився нам, Син дан нам. Мы понимаем, что как человек народился, как Син Божий, он нам даний. Он не народился, как Син Божий. Когда я когда-то поехал в Украину, уже из Америки, и проповедовал, и это было, я думаю, что были риздвенние дни, я прочитал цей вірш и сказал с кафедрой, что Иисус Христос является князем нашего сердечного мира, а не то, что Він является князем у всему світу Господарем, Царем. Вы знаете, до меня деколька душ подошло и сказали, до сегодняшнего дня мы думали, что Він является князем у всему миру, в святе. Я говорю, нет, по-англійське написано peace, то есть мир, мир сердечный, мир духовный. Він является господарем, князем, принципом этого мира. А чому Христос является князем мира? Я ставлю запитание, чому сам Бог назвал его этим именем? Чи це має вплив на моё життя, на мій розум? Відповідь проста – так. Це має вплив і на моё життя, і на мій розум, бо Він є князем. Миру нашу. Давайте за основу візьмемо Іван Леотіана. Оці слова, де він говорить, що «мир оставляю вам, мир мій даю вам». Даю вам. Як треба розуміти ці слова? Ось тут дві речі, брати і сестри, про цей мир. Дві речі треба зрозуміти. Перше, говориться про настоящий, в англійській, real peace, настоящий мир, говориться тут, мир мій даю вам. І друге питання, а звідки цей настоящий мир приходить? От ми можемо розсуждати настоящий мир, і звідки він приходить, цей настоящий мир? Є люди, які, я би сказав, обмануті, обманують самих себе, і вони думають, що вони мають настоящий мир, якого не мають, якого не мають мира. Тому що настоящий мир забезпечує тільки Ісус Христос. Настоящий мир. І він забезпечив цей мир, брати і сестри, як він забезпечив мені мир? Перше, він забезпечив через смерть на Христі, і смерть на Христі замінила мене. І коли ця заміна була, я вже не помираю, у мене настоящий мир. А тепер ось слухайте уважно. Є різниця. Мир з Богом і мир Божий. Є різниця? Мир з Богом і мир Божий. Дуже важливо мати мир з Богом. Мир з Богом. Звісно, важливо мати і мир Божий в нашому серці. Мир з Богом. Ми, віруючи, говоримо. Він, Христос, прийшов на землю для того, щоб померти на Христі. Говоримо це. Але яке питання, яка була ціль помірати? Для чого помірати? Відповідь проста. Дуже проста. Все людство, брати і сестри, було віддалене від Бога. Віддалене від Бога. Абсолютно. І Біблія використовує деякі слова, щоб описати оце віддалення. Які слова використовує Біблія, щоб описати це віддалення? Вона говорить, Біблія, що ми були чужі, відчуджені, були від Бога. Або ще більше таке слово, ще одне є, де говориться, що ми були вороги Богу. Ми були розділені з Богом. Ось таке слово – розділення з Богом. Ми не поєднані були. І ось Ісус прийшов, щоб таких ось чужих нас, ворогів нас, відділених від Бога, відчужених, поєднати, примирити з Богом і дати нам мир. Як Ісус це зробив? Абсолютно святий Бог, абсолютно святий грішник. Як Він це зробив? Це неможливо поєднати, але Христос це зробив. Гріх розділив нас з Богом. Гріх розділив нас з Богом. І от ви знаєте, ми були грішні. Але Христос прийшов і дав нам мир з Богом. Коли ми можемо мати цей мир? Я скажу коротеньке слово, собі таке записав. Якщо ми віримо, або що ви вірите, що Ісус Христос є мій особистий спаситель, ми маємо опит мати мир з Богом. Якщо ми віримо, що Ісус Христос є мій особистий спаситель. Війна закінчилася з Богом, її нема. Ми відмовились від своєї дороги, від свого шляху нашого життя. Ми відмовились. Ми відмовлялись. Відмовились від свого «я». І кажемо, Господи Боже, молимось до Його, і кажемо, прости мене. Я вже не хочу йти своєю дорогою. Я піду твоєю дорогою. І в мене визникає таке питання, і воно частенько бувало в моєму житті. Я думав. Цікаве питання. А чому Бог прощає мене після такої молитви? Тому що я помолився? Тому що я так хочу? Тому що я так бажаю? Що я встаю з колін і маю мир і спохню? Чому Бог прощає? І в мене відповідь. Бог прощає, тому що Він дивиться на свого Сина і бачить нас. І прощає нас. Тому що всі наші долги, якщо так виразиться, вони вже покриті. Вони покриті. Христос їх покрив, брати і сестри. І після цього, як Христос нам, як би сказати, покрив наші долги, ми вже свої Богу написано. Ми вже рідня з Авраамом, з пророками, за апостолами, з дічними святими, іншими. І вже так написано. Апостол говорить, ми одна сім'я. Божа сім'я. І це все завдяки тому, що Ісус помер замість мене. Але, ще одна думка хочу сказати, брати і сестри. Ви знаєте, ми вже тут в Америці. І ми, навірно, всі вже знають, навіть хто недавно приїхав, це слово «excuse me». Чуєте вискрізь? Десь в сторпі слід. «Excuse me» там проходить хтось мимо. Що це означає, це слово «excuse me» або «sorry»? Це означає «ну, вибачте мене, я вибачаюсь». Чи Христос «excuse my grich»? Просто так? «Excuse me» – ладно? Но! Бог простив мій гріх, брати і сестри. Не то, що Він так сказати, закрив очі на гріх. Ні-ні-ні, Він простив мій гріх через Ісуса Христа і в Ісусі Христі. Ось чому в нас мир з Богом. Є люди, які мають фальшивий мир. І навіть фальшиво думають. Навіть думають, я маю гроші, для цього мені Бог. Я маю гарну машину, крепку, дорогу, там сейчас Тесла кажуть в моді. Для чого мені там Ісус? Я хочу сказати, це помилка. Якщо ти не маєш Ісуса, ти нічого не маєш. Абсолютно нічого. Ти все загубив. Ти обманюєш сам себе. Обманюєш сам себе. Може людина, яка й думає, що я маю там Теслу. Один мій тут знайомий в Сакраменто прийшов до мене і каже, я за сто, я не знаю, скільки воно стоїть, сто зверху тисяч він купив Теслу, що двері не відкриваються, а вверх піднімаються. Хтось на чого туди піднімається. Знаєте, приїхав показати мені цю Теслу. Открить ті двері, а вона як крила стоїть, як орел. Пройшло три місяці. І дякую. Пройшло три місяці. І ви знаєте, жінка нажала на ту педальку, а воно не реве, не шумить. І машину врізалася у другу. Прийшов. Ну як діла? Та так. Долгий є, займ є, а машини нема. Нема миру, нема спокою. Неправильно надіявся на свій мир. Джерело миру, брати і сестри. Звідки мир? Звідки мир? Оце все слово, що ми вже читали. Давайте я ще все прочитаю. Мир мій оставляю вам. Мир мій, Господь, говорить, даю вам. Джерело миру являється наш Ісус Христос. Наш Ісус Христос. Іван Леотіана, 15 розділ. Там теж написано, Христос говорить, четвертий вірш. Прибудьте в мене, а я буду у вас. Як веточка, гілячка не може приносити плода, якщо не буде з лозою. Не буде з лозою. Брати і сестри, яке відношення лози і гілячки? Вони єдині. Вони єдині. Це оце відношення моє з Христом, воно являється залогом миру. Воно залежить від відношення. Весь мій мир, весь наш мир, він абсолютно залежить від мого відношення з Ісусом Христом. Хто говорить, що я не маю Ісуса Христа, але маю мир, я би сказав, це сліпота, обман і неправда. І неправда. Людина має бути, має добре відношення з Ісусом Христом. Вона має бути поєднана. Ви знаєте, як то лоза і гілячки поєднання, ото смисіл тої 15-го розділу про виноградну лозу. Ми маємо мати добре відношення з нашим Господом Ісусом Христом, і то оттуда мир. Він каже, я вам даю свій мир. Я читаю апостола Павла Фесалонікійцям, друге послання, там написано так. «Сам Господь миру дасть вам мир всігда і во всьому». Вау! Апостол розумів, що сам Бог, сам Господь миру дасть вам мир всігда і во всьому. І під час війни, і під час, коли нема роботи, і під час, коли нема грошей або є гроші. «Господь миру, Він дасть вам свій мир». Так люди можуть мати мир. Як вони можуть? Повторяюся. Вони можуть мати мир, коли в їх добре відношення з Христом. І ще одне. Отут я хочу вашої уваги, якщо ви ще не спите, ні. Ви знаєте, я переписав собі 118-й Псалом, 165-й вірш, 118-й Псалом, 165-й вірш. Цікаві слова. «Великий мир, улюбящих закон твій, і нет їм преткновення». «Великий мир, улюбящих закон твій, і нет їм преткновення». Я задаю запитання, а ви не відповідаєте. Ви любите Бога? Так, ми любимо Бога. Ви любите, ми любимо Його Слово Боже? Так, ми любимо Його Слово Боже. Ми бажаємо мати мир. Якщо ми любимо Бога, любимо Слово Боже, великий мир, улюбящих закон твій. А тепер, брати і сестри, я буду говорити, а ви самі про себе повторіть те, що я буду говорити, а ви повторіть тільки потихенько самі собі. Я люблю Бога. Я люблю Слово Боже. Тепер, я буду читати Біблію. Я буду читати Біблію. Я буду розміщать або обдумувати над прочитаним. Це друге. І третє, я буду покорятись Біблії. Повторю. Я буду читати, і ви повторіть собі Біблію. Я буду роздумувати, розміщати над Біблію. І я буду покорятись Біблію. І Господь говорить, великий мир буде в тобі. Я дам тобі. Тому що великий мир любящих Слово Моє. Любящих Слово Моє. Біблія. Вона міняє наше життя, браття і сестри. Біблія. Вона змінює мій розум. Вона змінює моє серце. І тоді настоящий ріл, настоящий мир. А не дорога машина, багато грошей. Настоящий мир буде в моєму серці. І закінчуючи, я хочу сказати такі думки. Що тільки Ісус, тільки Ісус дає настоящий мир. Без Ісуса немає миру. Коли Христос помер на Голгофі, то Він помер за мій гріх і за ваший. Між Богом і людьми, між Богом і мною, був дуже великий розрив. І от Ісус на Голгофі закрив цей розрив. І вже його немає між мною і Богом. І апостол Павло говорить, плата за гріх була повна, абсолютно повна за мій гріх. І так, це ми любили цю п'яту главу до римлянам, ми любили, брат, даже зазвичай на пам'ять. І так, браті, що? Оправдавшись вєрою, ми маємо мир з Богом. Через Господа Ісуса Христа, правильно. Опять же таки, через Господа Ісуса Христа, оправдавшись вєрою. А ви скажете, а що це таке означає, оправдавшись вєрою? Оправдавшись вєрою, це дуже просто. Бог дивиться на мене через свого Сина, а мого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І Він говорить мені і вам. Ви більше не винуваті. Ви оправдані. За вас заплочено. Ви тепер маєте мир зі мною. І коли ми помолилися Богу, ви знаєте, що трапилось в той момент, коли ми молились Богу в покаянні, або будемо молитися, що хтось в залі є? В той момент Бог протягнув свою руку і взяв мою руку. І наші руки соєдінилися в дружнім такому потисканні з Богом. І Бог каже, з моєї руки тебе вже ніхто ніколи не забере. Будь спокійний. Май мир. Моя рука крепка в поєднанні, в дружнім поєднанні потисканні з тобою. І так, брати і сестри, Христос – мій мир. Мої відношення з Христом, як у лози з гілячкою. І тоді, коли я був в вєдки, тоді воно це, моє відношення з Христом, дає мені мир. В кінці я хочу ще раз повторити хорошу фразу. Якщо ви хочете, повторіть тихенько про себе. Я люблю Бога. Я люблю Його Слово. Я буду читати Біблію. Я буду вивчати, роздумувати над Біблією. І третє, третє. Я буду покорятися тому, що написано. І тоді великий мир, Божий мир, мир Ісуса Христа, наповнен наші серця. Амінь, брати і сестри. Як часто страшну картину ти представляєш перед собою, Що ти йдеш і дула в спину. І ти за Господа герой. Як часто Петр всплывает в мыслях, Глаза Христа, Крик петуха, І слов лукавих дешевизна, І послевкус'я греха. Як часто ми, іща відповідь на важному інтерв'ю з собою, Не знаємо автопортретів, І спорюємо зі своєю душою. Ми говоримо себе, можливо, Коли-нібудь наступить час, І приподніметься безбож'я, І брата, брат, врагу придаст. І якщо вдруг мене повяжуть, Железом будуть сжечь уста І отрекаться, мне прикажуть От веры в Господа Христа. Я і у смертного порога Не испугаюсь, не сломлюсь, К стене поставят, Но от Бога я ні за що не откажусь. Я не предам, я не посмею, Я выдержу, я все пройду, Свої души не пожалею. Но здесь давай на чистоту Остановись, копни поглубже І максимально приглядись в мотиви, Увлечения, нужды. Чем ты напомнила эту жизнь? Зачем нам представлять, что будет, І як ми верностю блеснем, Якщо сегодня нас так мутит, Що ми зачета не здаєм? Зачем нам ждать времен гонений? Скажи, к чему нам жечь usta, Якщо на них от осуждений і безжелеса чорнота? В наш век другие інструменты, І методи врага хитрій, І отречення моменту і все незаметній для людей, Условия для нас получше. І ми порой почти глухі, Якщо нам правду прямо в уші, Зачем смеєшся? Зачем смеєшся? Як реагуєш на боли? Будь може, Время для молитвы ты разменял на суету І даже не заметил битвы За верность Господу Христу. Що нам за будущее, братца? Може, давно ми отреклись, Коли предпочитаєм здатися, Ідя з грехом на компромис. Коли не брезгуєм соблазном, Щепоткає лжи, блуда, суда, І в обольщенні опаснім кричим, Я б умер за Христа. Но треба ли нас ставити к стенці? Ведь отреченням внутри Його прозрачні оттенки Найди в себе і розсмотри. Не треба ж дати расплати крові, Не жди дула у виска, Ти лучше в інтерв'ю з собою Сегодня не предай Христа. Аминь. Слава Ісусу Христу! Дуже дякую за цю проповедь, вона торкнулася моєго сердце. І, коли ми говоримо о Христе, Всегда сердце не може оставатися в покое. Коли ми говоримо о Мирі Божьому, Сердце починає аналізувати, А що на самом деле знаходиться в нашому сердці. Я рад сьогодні бути в вашій церкві і служити сьогодні словом. Я благодарю Бога за те, що в нас є эта можливість, правда? І ми молимося о тому, щоб остановилась війна. Ми молимося о тому, щоб Бог явив свого чула. Но почему-то Бог ждет. По-человечески нам хочеться сейчас і сьогодні. І особливо, знаєте, ми поколення, молоде поколення, котре хочеться сьогодні. Телефон ми достаємо, сразу же ми можем зайти в інтернет, там вся інформація, сразу же ми увидим, скільки чого написано. Ми поколення сьогодні, 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 дайте, я не хочу ждати. Я хочу, щоб за мене все делали. І в Библии є дуже хороший пример, який оставив нам Іаков, 5, 7 стих. Я попрошу відкрити вашу Библию. Іакова, 5, 7 стих. «Братья, наберітеся терпення до пришествия Господа. Землідельцу тоже приходиться терпеливо ждати драгоценного плода земли, пока он получит осенні і весенні дожди. Будьте же і ви терпеливи, і укрепляйте свої серця, тому, що пришествие Господа близько. Не жалуйтесь, братья, друг на друга, щоб не подвергнуться суждению. Суд'я вже стоїть у двері». Братья, пусть для вас примером терпення в страданнях будуть пророки, які говорили во имя Господа. «Ми считаємо благословенними те, хто проявлял терпення. Вы слышали о терпении Иова і видели, як в кінце Господь благословив його. «Потому що Господь богат милостью і состраданням. Прежде всего, братья мої, не клянитесь ни небом, ни землєю, ні какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» буде настоящим «да», а ваше «нет» настоящим «нет», щоб вам не быть осужденными». Когда мы с вами приходим в ресторан, знаете, нас встречают пять ожиданий. Первое, вы ожидаете занять место. Потом вы ожидаете, щоб вам принесли меню. Потом вы ожидаете, щоб заказати то, що ви выбрали. Потом вы ожидаете, щоб вам еду принесли. Потом вы ожидаете, щоб оплатити. Все время ожиданий. І тут вырабатывається определенное терпение. Я очень терпеливый человек, за исключением, когда я голоден. Вот в тот момент, не знаю, братья и сестры, как вы, но вот что-то происходит в моем сердце, не то, что нужно. Ну, терпение — это то, что нужно. Кто не знает, у меня шесть дочек, а с детьми это особенно нужно. И когда женский батальон мой собирается вместе, знаете, там особое-особое терпение нужно выработать, потому что каждой нужно сказать свое. А когда еще утром начинаются вот эти приготовления в церковь, да, я поэтому уехал пораньше, сегодня ставил все на жену. Как важно иметь терпение сегодня, дорогие мои. И Иаков в своем послании к нам говорит о том, что посмотрите на фермера. Профессия, которая вроде бы не популярна сегодня. Сегодня молодежь больше хочет идти в IT-технологии, разрабатывать приложения, это популярность. И профессия фермера, она не очень популярна среди молодых людей. Но Иаков почему-то приводит пример каждому из нас фермера, который посеял и ждет. Эта профессия требует особого терпения. Из этого текста я хотел бы сейчас нам оставить три такие совета, когда я должен быть терпеливым. И первое, что говорит Иаков, когда обстоятельства не подаются моему контролю, я должен быть терпеливым, когда обстоятельства не подаются контролю. Братья, наберитесь терпения до пришествия Господа. Фермер посеял. И от него не зависит, какая будет погода, правда? Насколько будет солнечных дней больше или дождливых дней. Фермер посеял и ждет. Земледельцу тоже приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли. Если у вас много веры, вы можете быть фермером. Но если у вас нет веры, нет терпения, в эту профессию лучше не ссуваться. Ну давай быстрее. А ты не можешь ускорить процесс роста. Беспокоиться о том, что невозможно изменить глупо, а беспокоиться о том, что изменить нельзя бесполезно. И вот Иаков говорит, дорогие, нам нужно терпению, когда обстоятельства не поддаются контролю. Я вчера ехал на встречу, у нас была женская встреча, и одна дама решила на зеленом сигнале светофора включить заднюю передачу и нажать по газам. Ну и как вы думаете, куда она приехала? Прямо вперед моей машины. И вот я сижу так, и сейчас же проповедь надо говорить, о терпении же еще. Тут вот знаете, иллюстрация. Пастор Андрей мне говорит, ты знаешь, когда говоришь об этом, Бог посылает сразу ситуацию. Они вчера уже случились. И вот ты сидишь в машине, обычно говорят, если авария случилась, то на твоей улице КамАЗ-яблоками перевернулся, как бы это хорошо. А внутри чувство такое, ну не очень приятное. И я сижу так, наверное, секунд 30-40, сердце так забилось. И думаю, ну реакцию. Смотрю, эта женщина начинает уезжать. Я думаю, молодец. Я вышел, потом она остановилась. Посмотрел, смотрю, в машине нету ни одной царапины. Я подхожу до этой женщины и смотрю, она сидит и плачет. Ну можно было начать развивать, да. Вот кто-то, может быть, бы воспользовался этой ситуацией. Она сидит и плачет. У меня английский не очень. За этот год моя украинская мова лучше стала, а английская напрочь нет. А она, я понял, что с Индией у нее тоже английский не очень. И вот мы поговорили, я говорю, слушайте, все хорошо. Не по-русски, по-английски пытался сказать. Все хорошо, пусть Бог вас благословит. И она говорит, правда, вы ничего не будете говорить. Я говорю, нет. Сел в машину, поехал. И знаете, внутри такая приятная атмосфера, такое приятное состояние, что что-то ты сделал такое правильное. Есть ситуации, которые не поддаются контролю, дорогие мои, и от нас ничего не зависит. Я доверяю Богу. Я доверяю Богу, и Бог контролирует. Второе. Когда нам нужно проявлять терпение, когда люди неизменны. Якова 5-10. Братья, пусть для вас примером терпения в страданиях будут пророки, которые говорили во имя Господа. Задача пророка была передать Слово Божье для того, чтобы народ изменился. Я не знаю, как вы, но порой изменить человека очень сложно. У нас сейчас в служении очень много людей идет, невоцерковленных, большой поток иммигрантов. И ты хочешь изменить их жизнь, поменять их уклад. Они не понимают. Прошлое воскресенье было вечеря Господня. И мы разнесли вечерю. И подходит ко мне после служения парень один молодой. Я уже с братьями участвовал. И он говорит... Я смотрю, он тянется еще раз. Я говорю, а ты участвовал? Он говорит, да. Я говорю, ну а зачем ты еще? Он говорит, ну я еще раз хочу, мне не хватило. Еще раз, как бы еще пару стаканчиков. Я смотрю, думаю, как важно изменить человека. Но это порой так сложно. Я ему говорю, Игорь, нам нужно с тобой поговорить, в чем суть вечери Господней. Я не могу изменить человека. Пророки пытались, и сегодня мы читали, мы слышали. И порой даже доносили, но что-то получается не так. Я теряю мир, когда не могу изменить человека. Да я порой с собой борюсь. И сегодня в проповеди было сказано, нужно не просто читать, а нужно покоряться Слову Божьему. Это сложно. Я теряю мир, когда проблемы необъяснимы. Классический пример Иова в стихе 11 мы с вами читаем. Вы слышали о стойкости Иова? Я не знаю, слышали ли вы о стойкости Иова, но Иаков слышал. И он говорит, слышали ли вы об этом человеке? В этом году мы в церкови начали читать план Библии. И как раз таки сейчас мы находимся в тех главах Иова. 37 глав Бог молчит. У Иова за 42 часа пропадает абсолютно все богатство. Умирают его дети. За 48 часов, простите, за 48 часов он теряет абсолютно все. Самый богатый человек того времени. Вы думаете, у вас проблемы? У вас был тяжелый день. И Иаков говорит, посмотрите на Иова. В этом состоянии приходит его жена и говорит, прокони Бога и умри. И вот это система поддержки, правда? Люблю жен, когда вот они, знаете, в момент ободряют. И жена подходит, прокляни Бога и умри. Я не знаю, на что она рассчитывала. Не знаю. Но за 48 часов человек теряет все. И 37 глав этой книги Бог молчит. Я не знаю, как вы, но я с особым трепетом читаю эти главы. Приходят друзья, дают советы, отвечают. Знаете, очень много советников, но Бог молчит. Но потом Бог отвечает. И это так сильно. Из всех людей на земле Иов мог сказать, почему я? Почему я? Каждый из нас может это сказать. Но Иаков говорит, вы слышали о стойкости Иова. Дорогие мои, когда проблемы необъяснимы, мы смотрим на Иова. Также Иаков с 8 стиха дает нам советы. А зачем терпеть? Зачем вообще нам все это нужно? Почему нельзя, чтобы наша жизнь была намного проще? И первое, что Иаков дает нам, потому что Бог контролирует ситуацию. Вы верите в это, дорогая церковь? Что Бог контролирует ситуацию. Стих 8. Будьте же и вы терпеливы и укрепляйте свои сердца, потому что пришествие Господа близко. Трижды в этом отрывке, который мы с вами прочитали в начале проповеди, Иаков говорит о том, что пришествие Господа близко. Бог управляет своей историей. Это его история, это его жизнь. И я думаю, что если каждый из нас проанализирует всю свою жизнь, будут ситуации, которые от нас не зависели, где Бог чудодейственным образом действовал. И сегодня мы смотрим на эту ситуацию, благодарим Бога за это. Бог все предусмотрел, все идет по Его плану. Ничего не опаздывает? Все идет к кульминации. Какой кульминации? Иаков говорит, пришествие Господа близко. Дорогая церковь, ободритесь сегодня. Пришествие Господа близко, потому что Бог контролирует ситуацию. Хотя я не могу контролировать все, что происходит в моей жизни, но Бог может. Поэтому я Ему доверяю. Я не могу контролировать все, что происходит в моей жизни. Каким бы способным я не был, каким бы хорошим оратором я бы не был, проповедником, отцом, дорогие мои, я не могу контролировать все. Бог может. Бог контролирует. Его пришествие близко. Я не знаю, когда. Хочется, чтобы пораньше. Хочется, чтобы страдания, которые есть сейчас, они закончились. Хочется, чтобы Бог остановил войны. Все идет по Божьему плану. Дальше Яков говорит, Бог вознаграждает. Второй совет, который он дает, Бог вознаграждает за терпение. Первый совет, Бог все контролирует. Второй совет, Бог вознаграждает за терпение. Стих 11. Мы считаем благословенными тех, кто проявлял терпение. Вы слышали о терпении Иова и видели, как в конце Господь благословил его, потому что Господь богат милостью и состраданием. Дорогие мои, Бог вознаграждает за терпение. Я вам скажу, что часто появляются люди, которые выводят нас из состояния спокойствия. На работе, может быть, дома. Вчера я был на одной встрече с эмигрантами, и около 50 человек было, на встрече с одним адвокатом, и там была женщина-психолог. Я подошел с ней познакомиться, и я говорю, ну, какую проблему вы вот сейчас видите среди эмиграций тех людей, которые приехали? Она говорит, Дмитрий, знаете, 6 пар из 10 разводятся. Те, которые переехали сюда, 6 пар из 10 разводятся. И она говорит, это огромная проблема. Это совершенно светский человек, невоцерковленный. Я подумал, сегодня, как никогда, время церкви в городе Сакраменто. Люди нуждаются. Люди нуждаются в чем? В терпении. Что-то не получается. Работы нету. С документами проблема. Я говорю сегодня о своих переживаниях. А церковь учит, Слово Божье учит. Бог вознаграждает за терпение. И когда ты приходишь к такому человеку, говоришь, нужно потерпеть, он говорит, как? Яков говорит, посмотрите на его. Бог забирает. Бог допускает, чтобы те проблемы произошли в его жизни. Толкователи спорят, сколько месяцев болел Иов. Я не знаю. Но сам факт, итог этой истории, Бог вознаграждает Иова за терпение в двухкратном размере. В Библии есть пример одной женщины. Женщины звали ее Анна, пророчица. Помните? На протяжении 80 лет, больше 80 лет, она приходила в храм и молилась днем и ночью. И к концу ее жизни только она увидела ответ на свою молитву в виде Иисуса Христа. Дорогие мои, может быть, нам ответ от Бога сегодня нужно будет подождать чуть-чуть дольше, чем мы хотим. А Яков говорит, Бог вознаградит тебя за твое терпение. Подожди. Поэтому Яков говорит, когда кто-то будет критиковать тебя, когда кто-то будет несогласен с тобой, когда ты будешь несогласен с этой ситуацией, он говорит, потерпи, Бог вознаградит тебя. Третий совет, который дает Яков, стих 11. Вы слышали о терпении Иова и видели, как в конце Бог благословил его, потому что Господь богат милостью и состраданием. Дорогие мои, Бог все устраивает. Бог действовал в тот момент, когда у Иова происходили эти испытания, эти трудности. Бог действовал, мы читаем об этом в Писании, мы видим об этом в Писании, и задержка не означает отказ. Задержка от Бога на вашу молитву, на ваш вопрос не означает отказ сегодня. Бог действует. Мы должны с вами научиться различать. Нет. И еще нет. Я верю, что Бог хочет чему-то научить нас сегодня. Особенно здесь много молодых людей, дорогие братья и сестры. Нам предстоит жить дальше. Много испытаний, много трудностей. Кто-то боится предстоящего Нового года. Что еще он принесет? Бог все устраивает. Иаков об этом говорит. Иов заявлял, почему это происходит со мной. А Бог говорит, Иов, подожди. Я работаю. Я действую. Когда фермер сажает семя, он просто ждет. Он ждет, чтобы это семя произросло. Возможно, он поливает его. Возможно, он просто засеял поле. Дождь орошает. И фермер уже готовится к тому, чтобы собрать урожай. Может быть, Бог сегодня тебя готовит к чему-то большему, проходя твои испытания трудностей. Я не знаю, какие. Но может быть, Бог тебя готовит к чему-то большему. И сегодня он говорит, пока еще нет, подожди. Ты не готов получить этот ответ. И здесь неважно, сколько тебе лет. 20 лет или 80 лет. Бог знает. знает. фермер ждет. а Бог работает. Несколько недель назад или прошлую неделю, прошлый четверг, пол первого ночи поступает мне звонок. А у меня есть правило. Ты как пастор церкви не имеешь права выключать телефон. Потому что есть люди, которым ты нужен и ночью. И пол первого ночи поступает звонок от Гены. Гена Бакулик, правильно? Большой мой друг. Большой мой друг, люблю его. Я думаю, поднять, не поднять на Гену телефон. Ну, поднял. И он говорит, Дим, привет. Слушай, давай помолимся. Ребенок в нашей церкви попал в реанимацию. Может быть, кто-то из вас слышал эту историю. И говорят, 15 минут был без кислорода и находится в коме. Остановило сердце, запустили. Он говорит, давай молиться ночью. Знаете, мне эта история так коснулась. Я не знаю эту семью, этого мальчика. Я ему говорю, Ген, давай поедем. Поедем, может быть, помолимся сегодня ночью. Он говорит, не получится. Еще не пускают. Я знаю, что Владимир Ильич утром поехал туда и молились за него. Знаете, мы с семьей как-то взяли так молиться. Мы не знаем эту семью, но как-то она коснулась нашего сердца. Такие моменты сопереживаний. Вопрос, Господи, почему мальчик пять лет? Что происходит? И ты просто молишься. Вся надежда только на Господа. Врачи говорят, два дня и не получится. Ничего. Церковь молится. Мы молимся. Проходит два дня. Они дают еще 72 часа. Церковь молится. Сестры в церкви запустили. Каждые 30 минут молятся за него. Только чудо может помочь. Я не знаю, верите ли вы в чудеса сегодня или только в те чудеса, которые есть в Библии. Я верю, что сегодня чудеса происходят Божьи. И моя жизнь этому подтверждение. И мы молимся, чтобы Бог восстановил. И в прошлое воскресенье свидетельство, что мальчик вышел из комы. И знаете, вот мурашки по коже и слезы. Потому что это невозможно по медицинским показаниям. Врач взял его МРТ головного мозга, когда его только привезли в больницу. И там были черные пятна. И почему они сказали, что не восстановится. И сейчас, когда они сделали МРТ головного мозга, ничего нет. Знаете, что врач сказал? Тот анализ был ошибочный. А мы же знаем, что он был не ошибочный. Мы же знаем, что это Бог. Дорогие мои, Бог контролирует. И даже когда нам совершенно непонятно, почему это происходит. У меня дочь болеет сахарным диабетом. И каждый день я молюсь, Господи, дай исцеление. Я молюсь об этом. Но почему-то Бог медлит с ответом. Я не знаю. Я не знаю. Дорогие мои, но Яков говорит, фермер посеял, и фермер ждет. От него много чего не зависит. Хоть любые удобрения туда приноси. Фермер ждет. Дорогие мои, нам нужно ожидание. Нам нужно терпение сегодня, как никогда. И в заключении, что я должен делать в ожидании Бога. Первое. Нам нужно ожидать с нетерпением. Псалом 129, 5. На Господа я надеюсь, надеется душа моя, и на слово Его уповаю. Библия говорит, по вере вашей, да будет вам. Дорогие мои, по вере вашей. Вере не ваших родителей, не бабушки и дедушки. По вере вашей. Наша вера должна быть, и мы сегодня в двух первых проповедях об этом слышали, вера должна быть твоей личной верой, твои личные отношения с Богом, насколько они сегодня в приоритете. Насколько сегодня Бог является центром. Никогда все хорошо, никогда Тесла у тебя. А я не знаю, Тесла это тоже хорошо, и бывает и с Теслой плохо. Я знаю таких людей. Дорогие мои, насколько Бог является центром твоей жизни сегодня. Ожидайте с нетерпением, ожидайте того, что Бог говорит, по вере вашей, да будет вам. Бог говорит, я хочу благословить твою семью, но ты не можешь справиться с благословением, которое я хочу излить на тебя. Оно так велико, а ты такой слабый сегодня, тебе нужно время. Те ситуации, которые происходят в нашей жизни, они готовят нас к чему-то большему. Я это говорю для себя, потому что когда за год Бог берет, поднимает тебя с того места, где было все хорошо, служение было, церковь большая, бизнес налаженный, миссия, и просто в один момент берет, поднимает тебя, переносит в совершенно неизвестный город, страну, я вам скажу, отношения с Богом проходят совершенно новый этап. Ты пересматриваешь все, о чем говорится в Библии, проповеди, которые ты говорил, до этого говоришь по-другому, потому что здесь у тебя был достаток, а здесь совершенно все по-новому. И Бог говорит, Иаков говорит, ожидайте с нетерпением, ожидайте с нетерпением, дорогие мои. Иисус Христос ждал 30 лет, прежде чем начать служение. Вы же знаете это? Иисус Христос 30 лет ожидал, и потом за три года Он совершил больше, чем за всю свою жизнь. За три года Иисус Христос изменил все. Евангелие, которое сегодня проповедуется, оно было проповедано Иисусом Христом за три года. И ученики дальше понесли это слово. Исайя 49, 23 говорится, Господь говорит, тогда ты узнаешь, что я Господь, и те, кто надеются на меня, не будут разочарованы. В Боге разочароваться невозможно. 30 лет ожидания и три года работы. Я не знаю, сколько Бог отмерил нам жизни. Не знаю. Жизнь такая быстротечная. Есть люди, которые уходят рано. Мне 32 года, и у меня уже двое одноклассников умерло. Я смотрю, думаю, как-то что-то неправильно, как-то так хочется пожить подольше. На прошлой неделе семья иммигрантов звонит. Жена, двое детей, муж. Инфаркт в 30 лет умер. И она говорит, я не знаю, что делать. Ну, полная безысходность. Мы не знаем, сколько Бог отмерил нам жизни для служения, когда мы думаем, я еще молодой. Дорогие мои, нам нужно служить сегодня. Служить Господу. Как нам нужно ждать? Нам нужно ждать спокойно. Почему это важно? Стих 12. Прежде всего, братья мои, не клянитесь. Да, да, нет, нет. Нам нужно ждать спокойно. Нам не нужно бежать куда-то. Нам не нужно пережать события. Один пастор сказал, я тороплюсь, а Бог нет. Порой мы хотим опередить какую-то ситуацию, то, что происходит в нашей жизни. Нам нужно ждать спокойно. Я слышал об одной женщине, которая постоянно ворчала на своего мужа. Постоянно. Он умер, и она написала на его надгробие «И покойся с миром». Потом они пошли и прочитали завещание. Он завещал 5 долларов своей жене, а все остальное своей секретарше. Она вернулась и изменила надгробие на «До новых встреч». Дорогие мои, нам нужно ждать спокойно. Как бы это ни звучало просто, как бы это ни звучало громко, но есть вещи, когда нам просто нужно остановиться, не пилить, не добивать, а нам нужно просто подождать. Я был свидетелем, когда Бог просто творил чудеса. Когда Бог изменял. Нам нужно ждать с нетерпением, нам нужно ждать спокойно. Ну и последнее, нам нужно ждать уверенно. Почему? Михея 7, глава 7 стих. «Я буду уверенно ждать Бога». Как это сделать? Это молиться, молиться с надеждой. «Я буду уверенно ждать Бога». «Я буду уверенно ждать Бога». Псалом 37, 7 стих. «Будь безмолвен пред Господом и надейся на Него». Дорогие мои, где сегодня тебе нужно проявить терпение? Может быть, сегодня в вашей жизни сейчас есть неконтролируемые обстоятельства, и тебе нужно сегодня там проявить особое терпение. Может быть, в твоей жизни сегодня ситуация, где на работе начальник выводит тебя из себя, и тебе нужно проявить терпение. Может быть, сегодня у вас случился финансовый кризис, и от этого вы потеряли мир. Может быть, у вас длительная болезнь, и вы теряете мир. Может быть, в вашей жизни появился человек, которого очень сложно поменять. Может быть, в вашей жизни сегодня проблемы в вашей семье. Где вам нужно сегодня терпение? Яков дал хорошие советы. Посмотрите на фермера. И когда что-то у нас будет происходить, или ситуации, которые будут выводить нас из себя, посмотрите на фермера, который посадил и ждет. Я вас уверяю, Бог ответит на вашу молитву. Давайте мы, вставшие, помолимся, поблагодарим Господа за то, что Он дает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok